Была встревожена, держала возле уха сотовый телефон, при этом ничего не говорила, а слушала абонента на другом конце провода. Так описывает ситуацию участковый. Илья Олин заметил Череповчанку возле банкомата в торговом центре. Полицейский решил побеседовать с женщиной. Мною был задан вопрос, с кем она разговаривает, разговаривает ли она с кем-то по телефону, руководит ли кто-то ее действиями, может кто-то к ней обратился с целью проведения каких-то операций в банкомате. Мошенники оказались весьма дерзкими, поняли, что женщина кто-то отвлекает от операции, поинтересовались, кто именно мешает разговору. Женщина ответила, полиция, это их ничуть не смутило, не хотели терять легкий заработок, попросили дать трубку участковому и поразительно не тушевались в разговоре с полицейским. Люди начали, неизвестно так же мне, представляться какой-то специальной службой, пояснили, что я нарушаю какой-то придуманный имя и устав, и в данном случае у них ведется какая-то операция по поимке сотрудника банка ВТБ, который сливает другим лицам, когда официальную информацию с целью наживы. Как позже рассказала Череповчанка, ей несколько раз звонили с различных номеров, представляли сотрудниками банка, говорили о сомнительных операциях по счету. Помня о мошенниках, женщина бросала трубку, сдалась, когда поступил вызов с короткого номера звездочка 102. Ей позвонил якобы сотрудник полиции и пояснил, что сотрудники банка реальны и они пытаются помочь Череповчанке. Пенсионерка под руководством мнимых сотрудников УВД оформила кредит на сумму 350 тысяч рублей, затем поехала к банкомату, чтобы перевести деньги на безопасный счет и, к счастью, не успела, послушала сотрудника полиции. Возникали случаи, когда сотрудники полиции видели, что человек говорит с мошенником и сообщали об этом гражданину. Требовали прекратить разговор, однако горожане просили не вмешиваться и уверяли, что с ними все в порядке. Некоторые даже пытались убедить полицейских, что они переводят денежные средства своим знакомым или родственникам. Так, например, на прошлой неделе мужчина уверял участкового уполномоченного, что ему звонит дочка и он пытается перевести ей деньги. Но оказалось, что мнимые сотрудники службы безопасности банка убедили мужчину не сообщать в полицию и не говорить правоохранителям какую-либо информацию. Служба безопасности банка не будет просить снять вас деньги, подойти к банкомату и перевести средства на какой-то непонятный счет. В случае реальных проблем вас пригласят прийти лично в отделение банка. И уж тем более сотрудники полиции не будут убеждать вас взять кредит и перевести деньги на непонятный счет. Если вы взяли трубку и слышите страшную весть о своих сбережениях, не выполняйте команды неизвестных людей. Немедленно положите трубку и, если возникнет сомнение, дойдите в ближайшее отделение банка. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.